Динамо Маткулова Эксперты Международного финансового центра «Астана». Каждый день своим кропотливым трудом они создают инвестиционное будущее нашей страны. Международный финансовый центр «Астана» в перспективе способен сыграть такую же роль в развитии региона, что и финансовые центры в Дубае, Гонконге, Сингапуре, Швейцарии или Лондоне. МФЦА уже стал центром притяжения для крупнейших международных банков и инвестиционных компаний. Касымжумарт Тукаев, президент Республики Казахстан. Здравствуйте, Дина. Здравствуйте, это Микен Бизон. Как ваши дела, как ваше настроение? Спасибо, замечательно, хорошая погода. Знаете, очень приятно, когда спикер и прекрасен, и умен. В 2015 году подписывается указ президента Республики Казахстан о Международном финансовом центре «Астана». А в это время Дина трудится в самой крупной нефтяной компании страны. В 2018 году состоится официальное открытие Международного финансового центра «Астана». А в это время Дина трудится в самой крупной строительной компании страны. Наша сегодняшняя героиня – Дина Мамыдкулова. Имеет опыт работы в управляющей активами компании, в банковском секторе, в национальном холдинге страны, в самой крупной строительной компании в Казахстане. Сегодня она финансовый директор «Бизнес Коннект». EFC Business Connect – это организация МФЦА, созданная в 2020 году специально для коммуникации с клиентами МФЦА. На текущий момент в экосистему финансового центра входит несколько компаний, организаций и целая линейка продуктов, о которых нужно рассказывать клиентам. Ввиду повышенного спроса на сервисы и продукты финансового центра, в «Бизнес Коннекте» собрана необходимая информация. Международный финансовый центр «Астана» состоит из нескольких органов и департаментов. Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг «АВСА» – независимый регулятор финансовых и нефинансовых услуг. Суд МФЦА – независимый финансовый суд, услуги которого доступны как резидентам, так и нерезидентам МФЦА. Международный арбитражный центр «Досудебное разрешение коммерческих споров». Биржа МФЦА – созданная при поддержке мировых лидеров биржевой индустрии. Экспат-центр – удобный сервис одного окна для регистрации иностранных специалистов и решения их бытовых вопросов. Бюро непрерывного развития. Центр развития, подготовки и сертификации топовых управленческих кадров из местных специалистов. Наряду с действующими государственными агентствами в Казахстане, «Бизнес Коннект» предоставляет специализированную услугу, которая включает в себя поиск подходящих для банков проектов и структурирует их таким образом, чтобы их можно было представить на международном рынке в готовом виде для бизнеса, а также используя глобальные связи МФЦА и собственные деловые и коммерческие контакты. Наша компания создана только полгода назад, то есть мы уже достигли определенных результатов. Мы внесли непосредственный вклад за эти полгода в развитие МФЦА, также в развитие экономики страны. На сегодняшний день уже на платформе МФЦА зарегистрировано более 500 компаний. Напомним про основные направления МФЦА, которые и привлекают участников. Международный финансовый центр «Астана» – это финансовый хаб на пути следования нового шелкового пути. Основные направления работы Рынки капитала Развитие рынка долгосрочного судного капитала, рынка ценных бумаг Управление активами Профессиональное управление инвестициями Исламские финансы Финансовая деятельность, основанная на принципах шариата Финансовые технологии Финансовые технологии, которые меняют финансовый рынок Управление благосостоянием частных лиц Комплекс финансовых и нефинансовых услуг, который предлагается банками VIP-клиентам И включает в себя индивидуальную систему обслуживания Зеленые финансы Создавать все необходимые условия для развития зеленых продуктов и услуг финансирования в стране Дина, расскажите, пожалуйста, о своем проекте Ну, простыми словами, для кого и для чего он создан? Проект создан для того, чтобы именно привлечь Международных инвесторов в экономику Казахстана То есть сделать узнаваемым на международном рынке Казахстан То есть показать его с другой стороны То есть мы с каждым годом достигаем больших результатов Так как и государство, наша страна ставит большие цели По достижению, по развитию экономики Казахстана В связи с этим, как бы, мы как одно из составной части всей экосистемы Мы стараемся развивать и достигать тех целей, которые нам ставит страна Мир с интересом наблюдает за новым хабом в Центрально-Азиатском регионе Страна ставит глобальные задачи перед руководством финансовой экосистемы И Бизнес Коннект в этом пространстве — это целый мир во вселенной МФЦА Где есть свои направления развития И возглавляет эту вселенную Джеймс Мартин Генеральный директор Бизнес Коннект Отвечает за международное сотрудничество Тимур Анжанов Руководит аппаратом Стив Борд А как же ваша команда, те люди, которые работают с вами боком? Самый главный игрок нашей команды, конечно, это наш СЕО, Джеймс Мартин Основные игроки команды, как Алмаз Аманжолов, да, он является директором департамента структурения сделок И Аслан Кукаев, он является директором департамента по работе с участниками Женымбек Кусаинов, также директором департамента продажи Асхат Кушкарбаев, наш главный юрист Ну и такие наши сотрудники и эксперты, как Стив Борн Является экспертом по международным связям и руководитель аппарата На самом деле это честь для меня работать в МФЦА Лично я имею свой персональный бэкграунд работы в коммуникациях и в работе промоушена Я работал в правительстве Великобритании, работал над продвижением проектов, продвижением инициатив по созданию интернационального сотрудничества Юридические вопросы курирует Асхат Кушкарбаев За деловые связи отвечает Мухаммед Кали Тауан Руководит департаментом по поддержке участников Аслан Кукаев А Акшу Кэмпбелл Холт руководит отделом исследований рынка Я Акшу Кэмпбелл Холт, я переехала в Казахстан в 2017 году из Катара Там я работала в Катарском финансовом центре, около 10 лет Переехав в Казахстан и начала работать в МФЦА Сейчас я руководитель отдела исследований рынка Business Connect Business Connect в МФЦА это новое направление, которое было открыто в январе этого года Направление было создано для налаживания бизнес-коммуникации с международными инвесторами и компаниями Для того, чтобы привлекать их в Казахстан и в регион Центральной Азии В целом у нас команда очень молодая, энергичная, харизматичная Все стараются выполнять все цели, которые перед собой поставлены Очень гибкая команда, может, креативная Так как креатив наш на сегодняшний день является самым основным звеном развития Поэтому думаю, что у нас очень сплоченная команда, которая может работать и добиваться тех целей, которые перед нами поставили Международный финансовый центр «Астана» выполняет важную макроэкономическую миссию в масштабах всего Центрально-Азиатского региона Но учитывая, что «Бизнес-коннект» коммерческая компания, то и про продажи забывать не стоит За них в «Бизнес-коннекте» отвечает Женебек Кусаинов Руководит отделом инфраструктуры рынков Милена Махмутова За безупречную настройку бизнес-процессов отвечает Владислав Ли И, конечно, важно привлекать клиентов для заключения сделок, за которыми следит Алмаз Аманжолов Я полтора года назад присоединился к МФЦА Это был я и больше никто в моем департаменте, скажем, в моем направлении Но с тех пор мы активно привлекли несколько участников, развили несколько продуктов Мое направление расширили до 11 человек То есть мы показали, что необходимы дополнительные ресурсы для того, чтобы привлечь больше инвестиций, больше проектов и больше сделок на платформу МФЦА За мной закрепили направление, это привлечение инвестиций и проектов И немало работы сделано Несмотря на то, что был карантин, мы смогли выполнить свой KPI, который перед нами стоял на конец года В принципе, мы его достигли в середине года, несмотря на то, что мы еще не успели нанять всех сотрудников Но идей очень много, и эти идеи рождаются в самой команде И они очень разноплановые Команда у нас очень, скажем, очень интересная складывается Но мы в самом начале для себя определили параметр, кого мы собираемся набирать в нашем команде Лидеры компаний мирового уровня часто говорят, что 90% успеха зависит от команды Среда формирует мировоззрение, и в современном мире найти единомышленников – это счастье Расскажите, пожалуйста, про МФЦА и чем для вас МФЦА является? МФЦА для меня является чем-то родным Так как я в Алма-Ате когда работала, начинала свою профессиональную деятельность Я все-таки начинала с рынка ценных бумаг Когда мы переехали с семьей в Астану, сейчас уже город Нур-Султан Здесь не было финансовых центров, финансовых рынков Были только представители компаний, дочерние организации компаний, филиалы, банковские филиалы Но этого было мало, чтобы из себя проявить, достичь чего-либо, какой-нибудь вклад, достижение оставить свое Поэтому, когда здесь открылся финансовый центр, я думала, наконец-то появилась возможность проявить себя в МФЦА и Астаны Не просто финансовый центр, как региональный финансовый центр Алматы был Поэтому я почувствовала что-то родное и мне сразу же захотелось вернуться в эту сферу Нужно реализовывать новые продукты Сегодня последним новшеством является создание различных экосистем В которых инвесторы чувствуют себя комфортно И несмотря на успешную работу по привлечению инвестиций в предыдущие 20 лет Казахстану необходимо перейти на следующий этап и стать вдвойне привлекательным для вложений Кайрат Килимбетов, управляющий МФЦА Кто ваши партнеры? То есть с кем вы сотрудничаете для того, чтобы ваш проект развивался и рос? Мы сотрудничаем с многими компаниями, с многими международными организациями Такой, как Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции развития, Всемирный банк По своей природе инициатива создания центра глобальная Была проведена колоссальная работа по мировым стандартам качества И в данном контексте создание бизнес-коннекта, как стартапа Это огромный плюс Нужно понимать, что это очень важная часть, на которую обращают внимание инвесторы Это фокус внимания с внешней стороны Ведется очень большая работа по продвижению наших услуг для продвижения Казахстана Для привлечения инвестиций в нашу страну Дина, расскажите про сделку, либо же продукт, которым вы гордитесь больше всего На самом деле, выделять какую-нибудь компанию или сделку, да, будет неправильно, думаю, с моей стороны Потому что мы работаем непосредственно с участниками, мы привлекаем всех участников на нашу платформу МФЦА И кого-то выделять будет совсем неправильно Каждая компания является для нас очень особенной У нас одинаковый подход к каждой компании Поэтому мы гордимся, что мы уже зарегистрировали более 500 компаний И будем вносить дальше вклад по привлечению Сегодня в юрисдикции МФЦА зарегистрировано порядка 500 компаний из более чем 40 стран мира В том числе из США, Австралии, Великобритании, Нидерландов, Франции, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Сингапура, Малайзии, Китая и России Два года назад, на момент официального открытия в 2018 году, количество зарегистрированных компаний составляло всего 50 Мы наблюдаем рост в 10 раз Один из этих участников – Пол Мы называем МФЦА четвертым поколением финансовых центров Это значит, что есть прежде всего комитет по регулированию финансовых услуг При создании МФЦА был применен опыт ведущих финансовых центров Но здесь была разработана собственная модель центра Поэтому он относится к четвертому поколению Я приобрел знания, основываясь на лучших практиках и ошибках остальных финансовых центров Отвечая на вопрос «Почему МФЦА?», скажу, что одной из основных причин является мое близкое знакомство со способом регулирования, регулированием, основанным на принципах Когда мы пытались узнать больше о Казахстане, мы думали о том, с кем и где работать Нам сказали прямо, что нужно сотрудничать с МФЦА Что все самое лучшее происходит именно там МФЦА – это нечто большее, чем огромный объект Хотя, когда я показываю друзьям фотографии здания, всем сразу становится интересно узнать о Казахстане У центра есть собственная правовая структура Во времена, когда правовые структуры стремительно меняются, хорошо иметь структуру, которая может адаптироваться в зависимости от потребностей участников центра И это замечательная структура, которых мало в мире Суд МФЦА находится через четыре двери от нас Мы находимся в одном здании с департаментом исламского финансирования Наша деятельность относится к инновационной И работать вдали от бюрократических припонов, которые могут ограничить тебя в твоей деятельности – это огромный плюс МФЦА Участникам МФЦА предоставляются преференции 50 лет без налогов Особый правовой режим на базе общего английского права Упрощенное трудовое законодательство Процесс улучшения и создания новых продуктов в МФЦА не останавливается ни на минуту Помимо базовых преимуществ в виде набора традиционно привычных сервисов для западных инвесторов в виде особой юрисдикции Основанной на принципах английского права, официального английского языка, как при общении с клиентами, так и в самом центре Есть ряд новых Это и продукты финтеха, зеленых и исламских финансов, и инвестиционное резиденство, которое будет работать с 2021 года и многое другое К чему столько сервисов, спросите вы? Ответ прост. Для инвестиций нужно создавать комфортную среду для инвесторов Вот представляете, приходит иностранец, ему говорят, необходимо открыть какое-то ТО Во-первых, разберись, что это за ТО Во-вторых, разберись, где его регистрируют В-третьих, это будет языковой барьер А в МФЦА это все делается через одно окно Это делается через... Это делается онлайн Это делается на английском языке Все владеют английским языком Плюс те компетенции, которые мы наработали у себя Они нам позволяют выйти за рамки МФЦА Сопровождать клиента, доводить его до нужного органа Допустим, мы активно работаем с МИР, Министерством индустрии и инфраструктурного развития Мы работаем с Толкенсом РУ, мы работаем с различными ассоциациями, бизнес-ассоциациями Мы работаем с Казакра, мы работаем с Казахинвест и так далее, и так далее, и так далее То есть это уже наработанный опыт, который мы применяем здесь, в МФЦА, непосредственно для иностранных участников Здравствуйте, меня зовут Грант, я из США МФЦА в Казахстане это огромная платформа, где такие инвесторы, как я, могут найти весь спектр услуг Мне нравится то, что делают в МФЦА, и принципы английского права, по которому работают в МФЦА, и программы, которые они делают для инвесторов Я считаю, что это все равно идет от руководства, от головы То есть управляющий МФЦА, Кайрат Нематович, это ему удается, наверное, выстроить такую среду, в которую тянутся такие специалисты Тянутся специалисты уже с определенным наработанным опытом и компетенцией Идейные люди То есть самой МФЦА я всегда для себя привожу пример, аналогию Это ведь как, когда столицу переносили из Алматы в Ахмалу тогда, да, Целиноград Ну, мало кто верил Было столько скептиков, сомневались А есть люди, которые поверили, поехали, и вот сегодня мы смотрим на остановку, на МФЦА А сегодня у нас уже МФЦА У нас есть английское право, налево берегу, на сторону И я верю, я верю в эту идею МФЦА Можете рассказать о своем, может быть, самом крупном провале и самом крупном взлете в вашей профессии? Ну, самый крупный провал, наверное, он был связан с девальвацией 12-го, да, от 12-го года Когда мы хотели предоставить кредит нашей дочерней организации, когда я работала в национальном холдинге И так получилось, что девальвация произошла, и денежные средства, конечно, обесценились И для нас это получилось дорого Ну, если это можно так назвать провалом, да, несвоевременная выдача кредита была А какой самый ваш запоминающийся профессиональный взлет? Запоминающийся взлет, то есть это получилось так, что работая на предыдущих своих работах Мне получилось вернуть в Казахстан, то есть национальную компанию денежные средства Когда-то выданы кредитом, и не освоение, это было, то есть в другой стране денежные средства Кому выдавали наши дочерние организации, и получилось их вернуть То есть не было, как бы, национализации актива с той стороны Мы вернули все, и все, до копейки Дина всегда участвует в масштабных проектах МФЦА, и она очень похожа на меня Я также участвую вот уже три года во всех проектах Я могу описать Дину как сильного профессионала в финансах с международной оценкой По своей природе Дина всегда представляет себе большую картину, если берется за какое-то дело То есть охватывает сразу все направления и спектры, и помечает в себе все нюансы И еще связи с предыдущего опыта работы для бизнес-коннекта очень важны В организационном плане в том числе Я думаю, благодаря своему предыдущему опыту Дина вносит большой вклад в развитие бизнес-коннекта Какой же опыт вы извлекли из всего этого, из ваших побед и поражений, скажем так? Самое главное — целеустремленность Не надо останавливаться на том, что вы уже достигли Надо постоянно развиваться Мир меняется, мы меняемся Люди тоже должны меняться и получать уроки на этом Не учиться на своих ошибках, а учиться на ошибках других Самое главное Потому что какой бы начальник не пришел бы, он приходит со своим опытом, со своим бэкграундом Приятно осознавать, что за это время Скажем, там, с начала 90-х появилась такая ниша людей Специалистов, компетентных, профессиональных, квалифицированных За рубежом обученных Имеющих очень хороший опыт работы в индустрии В международных компаниях Которые уже готовы этим делиться Этим делиться И эти люди, я скажу, патриоты Они болеют за свою страну Они хотят сделать свой вклад Таких много Мне очень приятно с ними сотрудничать, с ними работать И поддержать эту идею Сделать какой-то свой небольшой вклад В эту идею Репутация в деловой среде строится на реальных делах Ответственности и отношении к коллегам Зарабатывается она годами Ценно, что профессионалы в МПЦа высоко ценят работу своих коллег Дина, расскажите, пожалуйста, где вы родились? Я родилась в Казахстане, в городе Алматы Расскажите, пожалуйста, в какую школу вы ходили И какие у вас были любимые предметы в школе? Ходила я в казахскую школу В среднюю школу Номер 146 в Алма-Ате Любила я математику Физику Английский язык Ну и географию А как это повлияло в итоге на выбор вашей профессии? Ну вот любимые предметы На выбор моей профессии Скорее всего математика Так как я финансист Ну и география, так как я люблю путешествовать Расскажите о своем высшем образовании Я закончила КАЗГУ Международные экономические отношения Внутри, там, мировая экономика Бакалавриат И заканчивала магистратуру в КАЗНТУ А было ли какое-то повышение квалификации еще потом? Повышение квалификации было То есть, когда я работала В управляющей компании активами Я проходила определенный курс После чего получила свидетельство Второй категории Регистратора По ценным бумагам Как выбор вашего образования и специальности В итоге повлияло на выбор текущей работы? У меня была просто диссертация Магистрская, докторская диссертация Была на тему развития рынка ценных бумаг Так как я работала изначально Управляющей компанией активами После этого я работала в Центральном депозитарии ценных бумаг Была координатором развития рынка ценных бумаг в Казахстане Представляла интересы Центрального депозитария ценных бумаг Участвовала непосредственно в развитии законодательства по ценным бумагам А что самого ценного вы вынесли из образовательного процесса? Образовательный процесс нам дает в основном теоретические знания Конечно, есть и практика стажировки Там, где вы стараетесь что-нибудь получить практическое Но это кому как повезет Где кто как пройдет практику Как бы ни было приятно говорить с умным и интеллигентным человеком Но очередной выпуск все же завершился Сегодня мы встретились с профессионалом своего дела Диной Мамедкуловой Коммерческим директором Бизнес Коннект До скорой встречи! С вами был Атамикен Бизнес Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова